СТАДО ОЛЕНИ Громадное, небывалое. До того обрадовала Юлиана, что на несколько мгновений у него дыхание сперлось. Он слез с коня, засучил рукава и принялся стрелять. При свисте первой стрелы все олени разом повернули головы. В их сплошной массе образовались как бы впадины. Раздались жалобные голоса, и все стадо заколыхалось. Края цирка были слишком высоки и крутые. Олени не могли их перескочить. Они метались по дну долины, исча спасения. Юлиан целился, стрелял, целился снова. Стрелы сыпались, как дождь. Олени, обезумев, дрались, легались, карабкались друг на друга. И тела их со спутанными рогами воздвигались широким холмом, который то и дело обрушивался, передвигался. Наконец, сваленные на песок, с пеной у ноздрей, с вылезшими кишками, они испустили дыхание. И волнообразное колыхание их боков и черев, постепенно ослабевая, затихло. Затем все стало неподвижно. Наступала ночь, и за лесом, сквозь разрезы ветвей, виднелось небо, красное, как кровавая пелена. Юлиан прислонился к дереву. Выпуча глаза, смотрел он на необъятную бойню, не постигая, как это мог один совершить. Но вдруг на другой стороне долины показались олени, лань и с ними их детеныш, теленок. Олень был весь черный, огромного росту, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородой. Лань бледно-желтая, цвету осеннего листа, щипала траву, а пятнистый детеныш, не останавливая ее, на ходу сосал ее вымя. Снова натянулась и завыла тетива самострела. Теленок тотчас был убит. Тогда мать, подняв глаза к небу, затысковала громким, раздирающим, человеческим голосом. Юлиан в бешенстве выстрелом прямо в грудь повалил ее на землю. Старый олень все это видел. И прыгнул к нему навстречу. Юлиан пустил в него свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб и осталась на месте. Старый олень словно не почувствовал ее. Перешагнув через трупы, он все приближался. И, казалось, готовился ринуться на Юлиана и вскинуть его на рога. Юлиан в невыразимом страхе попятился назад. Но дивное животное остановилось. И, сверкая глазами, торжественно, как патриарх, как судья, между тем, как вдали звякал колокол, трижды провозгласила. «Проклят! Проклят! Проклят! Придет день, и ты, свирепый человек, умертвишь отца и мать!» Олень опустился на колени, закрыл тихо вежды и испустил дух. Юлиан остолбенел. Он почувствовал внезапную крайнюю усталость. Необычайная печаль, отвращение, тоска овладели им. Закрыв лицо руками, он долго плакал. Коня он потерял, собаки покинули его. Пустыня, окружавшая его, казалось, угрожала ему несказанными бедами. Объятый страхом, он побежал через поле по первой попавшейся ему тропинке. И почти немедленно очутился у ворот своего замка. Всю ночь он не спал. При колеблющемся мерцании и висячей лампаде он постоянно видел старого черного оленя. Предвещание умиравшего зверя преследовало Юлиана. Он всячески пытался отогнать эту мысль. «Нет, нет, нет, я не могу их убить!» А потом он думал, если б захотел, однако. И он боялся, что дьявол введет его в искушение и внушит ему нечестивое желание. Целых три месяца мать его в глубокой скорби молилась и у изголовья его постели. А отец беспрерывно бродил по коридорам. Он призвал самых знаменитых лекарей, те прописали Юлиану множество различных снадобий. Недуг Юлиана, говорили они, причинился ему либо от зловредного ветра, либо от любовного желания. Но молодой человек на все вопросы отрицательно качал головою. Силы понемногу вернулись к нему, и старый монах и добрый господин стали водить его для прогулки по двору, поддерживая его под руки. Оправившись совершенно, он продолжал упорно отказываться от охоты. Отец, желая развлечь его, подарил ему большую сарацинскую шпагу. Она висела наверху столба среди других доспехов. И чтобы достать ее, понадобилась лестница. Юлиан взлез на нее, но тяжелая шпага выскульзнула у него из пальцев и, падая так близко, коснулась доброго господина, что разрезала его юпанчу. Юлиан вообразил, что убил отца и лишился чувств. С тех пор он боялся оружия. Один вид железа заставлял его бледнеть. Подобная слабость приводила в отчаяние его семью. Наконец, старый монах именем Бога, чести и предков приказал ему возвратиться к своим дворянским обязанностям. Конюхи его отца ежедневно забавляли его метанием дротиков. Юлиан скоро достиг совершенства в этом искусстве. Он улучал дротиком в горлышко бутылок, отбивал зубцы флюгеров, а на сто шагов попадал в гвозди дверей. Однажды, летним вечером, в самый час сумерек, когда все предметы становятся неясными, Юлиан стоял под виноградной лозой в саду и увидал далеко-далеко два белых крыла, которые вздымались и порхали над шпалерником. Он не сомневался в том, что это были крылья аиста, и метнул свой дротик. Раздался пронзительный крик. То была его мать. Длинные концы ее шлыка были пригвождены к стене. Юлиан убежал из замка и более уже не возвращался. Иван Сергеевич Тругенев – русский писатель, продолживший начатый еще предшественниками диалог культур в середине второй половины XIX века. Он автор статей, предисловий, рецензий на переводы, создатель собственных переводов на русский, французский, немецкий, английский языки. Переводческое наследие Тругенева обширно и многообразно. Тругеневские переводы Густава Флабера, в частности его легенды о святом Юлиане Милостивом, впервые опубликованной в 1877 году «Вестники Европы», занимают особое место в творчестве русского романиста, поскольку с французским писателем Ивана Сергеевича связывали крепкие дружеские отношения. Их дружба длиною в 17 лет началась в день знакомства в феврале 1863 года. Флабера и Тругенева сближали их взгляды на искусство, поэзию, на жизнь и творчество. У них были схожие вкусы и жизненные ценности. Оба широко образованные, восторженные поклонники искусства, они находили между собой множество точек соприкосновения. Переводческая работа Тургенева над легендами Флабера открыла для русского читателя замечательного французского автора, столь близкого Тургеневу по духу и творчеству. Редактор субтитров А.Семкин